Болезни сердца ежегодно убивают от 10 до 17 миллионов человек. И предотвратить это не так уж легко, потому что проблемы с сердцем очень часто проходят незаметно, и этот факт обнаруживается лишь тогда, когда помочь человеку уже невозможно. Или все-таки возможно. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, целый профессор Дмитрий Дупляков, врач-кардиолог, заместитель главного врача по медицинской части Самарского кардиодиспансера, доктор медицинских наук, профессор, как я уже сказала, главный кардиолог Минздрава Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа называется «Звоните доктору». Это означает, что вы можете уже где-то рядом с собой положить телефон 202-11-22. Звонки в студию будут переданы, услышаны Дмитрием Викторовичем, и он на них, конечно же, ответит. Итак, повод для нашей встречи сегодня – это Всемирный день кардиолога. И поскольку вот именно сегодня он и случился, то начнем с поздравлений, Дмитрий Викторович, вас и ваших всех коллег. Спасибо огромное. Вот таким профессиональным праздником. Кардиолог – это, конечно же, врач, который врачует самый, наверное, сложный орган сердца. И поэтому такой не очень, может быть, научный вопрос. А почему все-таки вот именно сердцу приписывают все наши чувства? Оно замирает, когда мы влюблены? Оно учащенно стучит, если нам страшно? Ну, все связано с тем, что в нашем организме нет ничего ненужного. И на самом деле, конечно же, сердце действительно нужный орган, который запускает вообще жизнь человека. И с окончанием его работы она прекращается. Но без наличия в организме других органов, которые хорошо себя чувствуют и хорошо работают, конечно же, сердце тоже бы не справлялось. Но оно действительно как-то реагирует на эмоции человеческие? Конечно, однозначно. Потому что сердце, ну, есть понятие, иннервируется, да, соответствующая вегетативная нервная система. А вегетативная нервная система отвечает за наши с вами эмоции. Поэтому улыбаемся, радуемся, плачем, смеемся. Все отражается на сердце. Желудок же и печень не реагирует на любовь у нас так? Реагирует. Все реагирует. Только мы это не видим. И еще я слышала, что сердце может даже вне организма жить, вне тела, достаточно длительное время, если подвести к нему правильно кровь. Ну, на этом основаны в том числе и те оперативные вмешательства, которые проводятся на сердце. И, в принципе, любой орган, я опять же хочу сказать, что большинство органов могут жить без нахождения в теле человека. Вспомните голову профессора Дуэля. Да, 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 конечно. Сразу первое, что приходит вообще в голову. Итак, все-таки поговорим о болезнях сердца. Это такая достаточно серьезная угроза для всего человечества, болезни сердца. И вот я нашла статистику, более 10 лет назад в стране была тенденция к снижению сердечно-сосудистых заболеваний, а в 2021 году смертность повышалась. Но прежде чем я вас спрошу, почему это происходило, у нас есть звонок, давайте ответим. Да, давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мне в декабре поставили кардио-стимулятор и оптимайзер мини-старт. И мини-старт сейчас что-то не заряжается, выдают ошибку код А9. И куда пройдется с этой проблемой? Мы поняли вопрос. Спасибо. Спасибо. Действительно, есть такие устройства для лечения сердечной недостаточности, очень современные, но они еще пока на стадии изучения во всем мире. И хорошо, что в России есть такие технологии. И обратиться нужно человеку, конечно же, в каждую диспансер. Наши специалисты посмотрят и дадут свои рекомендации. Если что-то нужно будет подправить, то подправят. Вот молодец наш зритель, не стал дожидаться окончания программы. Он сразу позвонил и получил ответ на вопрос. Итак, мы говорили все-таки о статистике. Что на сегодняшний день происходит? Ну, в стране, конечно, интересно, но еще интереснее в Самарской области. Что на сегодняшний день у нас с этими заболеваниями? Заболевания сердечно-сосудистой системы, они снижаются уже, их количество и смертность от них, она снижается с начала 2000-х годов. И достаточно так прогрессивно. Если в целом вот сказать, то это снизилось уже практически наполовину от того, что было 20 лет назад, 25 лет назад, когда был пик основной. В 2021 году было вообще в принципе повышение, увеличение количества смертей, связанных с ковидом. Помним, что там было, да. А ковид, это до сих пор ученые спорят, на самом деле, это инфекционные, вернее, вирусные заболевания. Или же это заболевание, вирус, который тропин к сосудам. И это сердечно-сосудистые заболевания, потому что осложнение от него в первую очередь сердечно-сосудистые. Поэтому, конечно же, тогда был всплеск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А начиная с 22-го и сейчас мы наблюдаем снижение. То есть мы уже вернулись к доковидной эпохе. И тем не менее по степени смертности на первом месте остается раньше онкологии. Да, оно будет оставаться всегда. Будет всегда оставаться. Онкологии никогда не будет. Если сравнить сердечно-сосудистые смертности и смертности от онкологии, то сердечно-сосудистые в три раза больше. Всегда была, всегда будет, потому что онкологических заболеваний меньше. К счастью или... Вот не... Да. Хорошая поговорка, только плохо это или хорошо. Еще по поводу статистики. За последние 10 лет увеличилось количество сердечно-сосудистых заболеваний, у детей аж на 65%. Ну, у вас есть ответ, почему? Однозначно есть. И у всех есть этот ответ. Посмотрите на детей. И посмотрите на детей... Вернее, на нас, когда мы были с детьми. У нас были физические нагрузки ежедневно. Мы, соответственно, совсем по-другому питались. У нас другая была активность по жизни. А современные дети, они, назовем так, обездвижены. То есть их физическая активность существенно хуже. И это с одной стороны. А с другой стороны, курение. Тоже фактор, который раньше... Да, конечно же, ребята курили в подворотнях и все прочее. В школе никто это не курил. Это было... Запрещено, да, конечно. Запрещено. За это могли и, в общем-то, пожурить, мягко говоря. Не только к директору попадешь. Но... А сейчас это распространено. Хотя, конечно же, последние годы надо отдать должное. Снижается вообще, в принципе, также заболеваемость и у детей. Потому что если мы возьмем врожденные пороки сердца, допустим, которые встречаются с детей, это статистика стабильная. Как это было 20 лет назад, так это и сейчас. Количество этих детей с врожденным пороком зависит от количества рождающихся. Все. Там четкий процент в зависимости от популяции. А вот это все то, что приобретенное, наносное. А еще один момент. Дети, которые были там в 90-е, в нулевые, они выросли, они стали уже мамами и папами. И у них-то тоже уже есть отклонения. Они были первого волны вот этого неблагоприятного влияния. И психосоциальных факторов, и остальных. И они-то передают это уже своим детям. То есть вот этот ком, он, к сожалению, нарастает. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Телефон 202-11-22. Мы говорим о делах сердечных. Можете задавать свои вопросы, сюда звонить в студию. А какие из сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего диагностируются? Их же, наверное, в принципе-то очень-очень много. Заболеваний действительно много. Их несколько десятков. Но основные, и которые распространены повсеместно, ну, например, в Самарской области и в Российской Федерации, больше 40% людей, около 50, имеют повышенное артериальное давление. Которое они зачастую не чувствуют. И они считают, что у меня все хорошо, у меня все шикарно, а давление они свое не мерили. Также не менее 40% людей имеет вообще повышенный уровень холестерина. А это никто не измеряет сам себе. И никто не контролирует. А холестерин, он не болит. Он откладывается в сентки сосуды. И когда он уже в кавычках заболит, он заболит через инфаркт миокарда, через инсульт, через ампутацию ног. Это страшно. А сам по себе холестерин, он не болит. Ну, и, конечно же, и химическая болезнь сердца. Это третья, вот, основная такая причина. Ну, коль скоро про холестерин заговорили, тогда, может быть, еще немножко остановимся на этом. Как часто его нужно контролировать? За какой период он может убежать? Во-первых, человек должен просто знать свой уровень холестерина. И уже исходя от этого, мы оцениваем риски человека. Потому что у нас уже есть четкая градация в зависимости от того, мужчина, женщина, возраст, курит, не курит, избыточный вес и так далее. И плюс уровень холестерина, мы можем сказать, есть специальная таблица, риск смерти в течение ближайших 10 лет. Ну, нужно сдать кровь, да, чтобы определить уровень этот? Если холестерин высокий и риск у вас большой, то мы назначаем специальные лекарственные препараты, статины. Очень много всяких мифов, но они, давайте не парламентское выражение, это полная ересь на самом деле. Кроме этого, сейчас есть еще дополнительные лекарственные препараты, которые помогают еще лучше снижать уровень холестерина. Есть современные лекарственные препараты, которые мы добавляем пациентам, которые либо не переносят статины, либо они недостаточно у них эффективны. И эти препараты инъекционные, они вводятся один раз в две недели, один раз в месяц. А буквально меньше полугода в стране зарегистрирован препарат, который вводится два раза в год пациентам и снижает, соответственно, уровень холестерина. Но это тоже в совокупность, то есть мы не отменяем базовую терапию, снижающую уровень холестерина, статина. Это все дополнительно, если они не работают. И это жизнь людей. Вы уже, отвечая на предыдущие вопросы, называли несколько причин, по которым как раз-таки и появляются сердечно-сосудистые заболевания. И, наверное, когда вы говорили про детей, про обездвижность, про питание, это в равной степени же касается и взрослых. Однозначно. А какие еще причины все-таки провоцируют развитие болезни сердца? Ну, наверное, я бы еще назвал неправильной реакцией на то, что происходит вокруг нас. Вы про стрессы сейчас говорите? Про стрессы. А сейчас современный человек, он живет в эпоху хронических стрессов. И нужно просто правильно реагировать, закрываться от этих стрессов. Нужно понимать, что всю работу ты не переделаешь. Какой бы хороший у тебя или плохой был начальник. Находите время для отдыха, для отдыха активного, для того, чтобы съездить куда-то в отпуск, чтобы поменять вообще картинку и отрешиться от существующей реальности, в которой вы живете. Пытайтесь больше испытывать положительных эмоций. Без этого главное же не что происходит, а главное, как вы на это реагируете. Так мы, по-моему, вы сказали, нужно правильно реагировать. Мы как раз правильно реагируем. Мы пугаемся, мы переживаем. Ну, мы пугаемся, мы переживаем. Это действительно так. Это первая базисная реакция, которая есть. Но дальше человек должен определиться, он до какого уровня-то будет пугаться. Нельзя всю жизнь пугаться. То есть премудрый пескарь – это премудрый пескарь. Надо уходить от Салтыкова-Щедрина. А социальные факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний? Что вы имеете в виду? Вот смотрите… Безработица, семейный статус человека однозначно влияет. Люди, которые живут долго или дольше, обычно это семейные люди. Потому что одинокие вдовцы, вдовы, они живут меньше. Это тоже хорошо известный факт. Люди, которые теряют работу или у них происходят какие-то катаклизмы, там, ну не знаю, крах какого-то банка, допустим, люди теряют свои накопления. Это стресс, который приводит к развитию инфарктов миокарда и инсультов. То есть это, конечно же, однозначно все связано. Но, опять же, повторюсь, наверное, нужно просто заставить, научить себя правильно на это реагировать. Это тоже не конец жизни. В тот момент так не кажется. Согласен. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет, который мы снимали в кардиодиспансере, и продолжим разговор. Тамара Рузанова вспоминает, когда выхода на пенсию, не жалея себя, работала на предприятии по 12-14 часов в сутки, а в выходные трудилась на даче. Сейчас Тамару Павловну окружают дети, внуки. Не так давно в большой и дружной семье родился правнук. Забот много, рассказывает женщина. Поэтому, когда в апреле перенесла ОРВИ, сильно не придала значения ни самой болезни, ни ее последствия. Вот болит-то здесь, думаю, да что ж такое. Я даже на лестницу до иду, до лифта, и у меня сразу спазмы, боль. Все говорят, да это у тебя бронхи, наверное, с месяца. Я пила всю ножку, валидол, всякие эти сердечные препараты. А оказывается, это был приступ уже прединфарктного состояния. 30 июня Тамару Павловну привезли в Самарский областной клинический кардиологический диспансер на скорой. Женщина попала в реанимацию с инфарктом. После купирования острых симптомов ее экстренно прооперировали. Пациент пунктируется артериальные сосуды, вводится контрастное вещество, и на экране смотрится, где есть какие-то, ну, можно увидеть дефекты заполнения, то есть бляшки. Наши рентген-герологи что делают? Проводят проводники, ну, в смысле, естественно, исследования проводят. Если они видят, что локальные участки можно простентировать, проводят вот эти стенты, вставляют туда, то есть кровоток восстанавливается. Врачи отмечают, возрастной диапазон тех, кто подвержен сердечным заболеваниям, с каждым годом расширяется. Стресс, высокие физические нагрузки, курение и жаркая погода могут спровоцировать приступ. Медики призывают быть внимательными к своему здоровью и не игнорировать сердечную боль и недомогание. Главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков сегодня в нашей студии. У нас есть еще немножечко времени. Напомню, телефон 202-11-22. Можете к нам позвонить. Тамара Павловна, я извиняюсь, перейду. Да. Вот четко показала. Про нее как раз и хотелось спросить. Она вот показала тот жест, который действительно говорит о том, что это сердечная боль. Она вот так показала. У меня вот здесь болит. Вот если вспомните, что она вот так показала. Да. Вот здесь. Это никогда не бронхи. Ну, могут быть, конечно, бронхи, но она человек уже в возрасте, да, то есть у нее правнуки. Если это в 30, в 20 лет, это одно. А у человека старше 60 лет, 65 лет, если он вот ощущает что-то вот здесь, давит здесь, это повод сразу же обратиться к кардиологу. А вот вы отвечаете уже на мой вопрос, предваривая его. Да. Какие все-таки неочевидные причины должны заставить человека насторожиться и побудить его пойти к врачу? Вот мы же говорили о том, что важно не пропустить. Вот то, что Тамара Павловна показала. Это раз. Во-вторых, когда человек начинает ощущать, я хожу, а мне воздуха не хватает. Я должен... Раньше я ходил 200-500 километров, и все хорошо. Сейчас я иду 100 метров, мне надо остановиться, отдохнуть. Какая-то тяжесть, одышка, чувство нехватки воздуха возникает. Я постоял, отдохнул, все нормально, пошел дальше. Боль прошла, одышка прошла, пошел дальше, а через какой-то промежуток, опять через 200-500 метров опять вынуждена остановиться. Когда возникают какие-то нарушения ритма сердца, пропуски. Мы обычно же с вами сейчас сидим, не чувствуем, как сердце бьется, а человек начинает ощущать. Я сейчас услышала. Перебой там, бьется, 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 остановилась, а потом опять. Да. Или наоборот, с большой частотой вдруг сидишь, а сердце заколотилось с большой частотой. Это не инфаркт, но это аритмия. Это все равно показатель того, что нужно обратиться к врачу, чтобы понять, что за аритмия. Потому что есть целый ряд аритмий, которые приводят к инсультам. У 30% инсультных пациентов аритмия является причиной этого инсульта, и это можно предупредить. Какие у кардиологов самые большие сложности при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вы знаете, это не только у кардиолога, это у любого врача самая большая сложность – это найти контакт с пациентом, с тем, чтобы он тебе доверился. И чтобы он понял, что хватит жить на авось. Надо взять ответственность за свое здоровье на себя. У нас, ну, врачи не дадут соврать, приходят мужчины в возрасте с женами, да, то есть отцы семейств. Я ничего не знаю, мне жена дает таблетки. Спросите у нее, какие таблетки. Маша, нам куда нужно пойти, какой анализ дать? Ну, дорогие мужчины, берите ответственность за себя сами, как вы отвечаете за свою семью. Это важно, потому что без вас ваша семья пропадет. То есть вот эти вот моменты, они должны быть обязательно учтены. Ну, это очень важные слова, на самом деле, вы сейчас нашли про ответственность за семью. Скажите, а какие все-таки методики, может быть, недоступны у нас здесь в регионе для лечения? Есть ли какие-то заболевания, с которыми все-таки приходится ехать куда-либо, ну, в Москву, в Петербург? Я бы немножко разделил этот вопрос. На самом деле, 90% методик, которые необходимы вообще человеку, жителям Самарской области, Ульяновской, неважно какой, они все есть в регионах, то есть от основных причин. Но есть целый ряд редких заболеваний, да, поэтому мы контактируем с нашими коллегами из федеральных центров. И у нас контакт, что называется, вот на звонке, да, то есть мы можем сегодня созвониться, отправить данные совместно. И наши врачи тоже, когда мы туда приезжаем, я, например, еду там в Питер, в Алмазовский центр, я беру там какие-то, допустим, анализы, которые мы не делаем, а коллеги нам быстро делают их, и мы уже передаем их сюда. То есть такая работа налажена, и по большому счету ни один пациент, он теоретически не является брошенным. Мы можем довести до любого метода лечения, который необходим. Я думаю, что спрашивать вас методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, может быть, не очень серьезно, потому что, на самом деле, во-первых, мы об этом сейчас говорили, во-вторых, все это знают и понимают, но вот сейчас такой период очень жаркий наступил. Жаркий ли он в том числе для кардиологов? Ну, к счастью, понимаете как, вот когда идет какой-то всплеск климатический, неважно, это холод, жара, дожди, там, тайфуны, в этот момент нет. Природа отыгрывается позже. Те люди, которые в этот момент не обращались за помощью, за жары и холода, они потом уже с осложнениями появляются у нас через неделю. Вот жара спадет, через неделю мы будем перегружены. Сейчас у нас есть свободные койки для наших пациентов, но они предпочитают пойти на дачу, покопаться в грядках, там, еще что-то на жаре, да. А в этот же момент, наоборот, человек должен как можно больше прятаться от солнца, когда такая избыточная инсоляция идет, принимать лекарственные препараты, их, возможно, корректировать, потому что в такой жаркую погоду человек теряет гораздо больше жидкости, да. То есть, соответственно, кровь-то происходит сгущение крови. Конечно же, нужно принимать препараты, но иногда нужно менять базировки этих препаратов. А это может подсказать только доктор. Поэтому, ну, нашим согражданам я бы рекомендовал бы не только прятаться в тень, но и не уходить в тень, а контактировать именно вот со своими лечащими врачами, чтобы скорректировать. Ну и, конечно же, большее количество жидкости нужно употреблять в жаркую погоду. Ну, а мы сейчас говорим только про людей, у которых заболевания уже есть. А вообще, насколько опасен вот этот период для всех, кому кажется, что он здоров? Ну, на самом деле, не так редко к нам попадают пациенты, у которых, ну, скажем так, исходно нет заболевания сердца, но вот внешние причины, какие-то физические факторы приводят к тому, что оно возникает. Ну, например, это может быть избыточная физическая нагрузка, да, то есть человек занимается там фитнесом, спортом, он активен, особенно люди среднего возраста, считают, что он все может, да, а происходит расслоение стенки сосуда при выполнении каких-то избыточных физических нагрузок. Либо это может быть на фоне повышения артериального давления, чрезмерного повышения артериального давления, когда человек не принимает лекарственные препараты. Происходит как бы разрыв такой. И вот этим людям, то есть, если я вас правильно поняла, то осторожно относиться к наступившей жаре вы рекомендуете всем. Ну, мы заканчиваем, наверное, еще раз поздравлениями кардиологов. Очень хотелось бы, чтобы у вас было поменьше пациентов. И, соответственно, такие же пожелания нашим зрителям не болеть, беречь сердце. Увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин